Приветствую друзья! В данном ролике речь пойдет про двух версий специализированного токарного станка под названием Elmco, произведенный компанией The Electric Machine Corporation из Индианаполиса, штат Индиана, США. Станок Elmco 24A был простым токарным без задней бабки и винторезной функции, тогда как модель 34A сочеталась с универсальным электрическим испытательным стендом от производителя. Два патента были выданы в ноябре и декабре 1921 года, а производство предположительно началось задолго до этого времени. Испытательный стенд был полностью автономным и продавался небольшим гаражам и ремонтным мастерским как универсальные решения для проверки электрооборудования, автомобилей и легких грузовиков. При своей относительной ненадежности и необходимости регулярного обслуживания такие элементы как генераторы, магнеты, коммутаторы, обмотки якоря, катушки возбуждения, распределители, конденсаторы и так далее обеспечивали владельцам гаражей доходные занятия. Однако преимущество испытательного стенда заключалось еще в том, что в него был встроен простой компактный моторизированный и автономный токарный станок, который можно было использовать не только для вращения генераторов и снятия обмоток якорей, но и для выполнения простых токарных работ. Несмотря на использование одинаковых станин, кареток и задних бабок, станки 24А и 34А сильно отличались друг от друга. Первый представлял собой простое устройство с довольно легкой конструкцией, открытой бабкой, шпиндель который работал на кольцевых шарикоподшипниках и был оснащен широким трехступенчатым коническим шкивом для привода плоским ремнем. Предлагался отдельный контрвал традиционного типа, рекомендованный производителями для работы на 260 оборотов в минуту и обеспечивающий скорость вращения шпинделя 152, 286 и 550 оборотов в минуту. Однако в то время, когда почти все другие небольшие токарные станки, поставлялись без системы привода или двигателя и поэтому должны были соединяться с дорогим настенным и потолочным выносным контрвалом, токарный станок на испытательном стенде поставлялся готовым к работе, оснащенным приводом переменной скорости фрикционного типа. Эта система передачи, хотя и не способная выполнять очень тяжелую работу, имела преимущество, она была компактной и могла быть расположена в любом удобном месте и не обязательно у стены. На столе в задней части токарного станка под углом 90 градусов к шпинделю был закреплен большой электродвигатель мощностью 1 лошадиная сила с большим чугунным диском, который прижимался к облицованному фрикционным материалам краю второго диска, закрепленного на шпинделе бабки. Вращая маховик на левой стороне бабки можно было перемещать диск шпинделя вперед и назад, заставляя его скользить по поверхности диска двигателя и, таким образом, перемещаясь ближе к центру или ближе к периферии, изменять передаточные отношения привода и, следовательно, скорость вращения шпинделя. Субтитры создавал DimaTorzok